Привет, друг! Меня зовут Маша, и я рада видеть тебя на своём канале. Совсем недавно у меня выходило видео с прочитанным, но эти ролики были сняты заранее, для того, чтобы мне было удобно их сразу выложить на канал и сформировать таким образом уже контент. За это время я уже успела прочитать ещё несколько книг, которыми хочу с тобой поделиться. Все они были прочитаны мной в феврале. Может быть, их не так уж и много, в чём-то они могли бы быть интереснее, но уж как получилось, так что приступим. И начался мой читательский месяц с романа Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Одно время Хемингуэй был одним из моих самых любимых авторов. Я прочитала у него почти все рассказы, несколько романов, но потом взяла роман «По ком звонит колокол», и у меня случились большие проблемы с чтением этого произведения. Я застряла где-то на середине, никак не могла продвинуться дальше, и поэтому Хемингуэя задвинула подальше на своей книжной полке и долго за него не бралась. В этом году в своих планах я поставила для себя цель вернуться снова к произведениям Хемингуэя, разобраться, в конце концов, почему же у меня не продвигалось чтение романа, лучшего романа автора, который мне нравится. И так как рассказы я уже читала, за большие произведения пока что не была готова взяться, мой выбор пал на праздник, который всегда с тобой. Это небольшая повесть о молодых годах автора, которые он провел в Париже, когда только начинал свою писательскую карьеру и отказался от профессии журналиста, приехал вместе со своей семьей, со своей первой женой в Париж, чтобы вдохновляться и писать свои произведения, гулять по улицам этого города и, сидя в кафе, писать свои первые рассказы. И как раз здесь хорошо видно, как автор только начинал формировать себя как писатель, как у него получилось создать этот свой уникальный стиль, который меня всегда просто очаровывал, когда он описывает простые вещи самыми обычными словами так, что ты чувствуешь их вместе с автором, проникаешься этими вещами, и особенно у него уникально получается описать какие-то продукты, блюда, напитки. Ты пробуешь вино вместе с автором и чувствуешь все грани вкуса. Какое это вино? Холодное, горькое, теркое. Удивительно, как у Хамингуэя получается добиться такого эффекта. В этом произведении он пробует устриц. Я, сказать по правде, устриц никогда не ела, но то, как он описал их вкус, я почувствовала вкус устриц и ощутила этот солоноватый привкус у себя во рту. Удивительно. И здесь как раз он рассказывает, какие мысли к нему приходили, когда он писал свои небольшие, тогда еще короткие рассказы, какие он записи делал, и как он стремился к простоте, минимализму в своем творчестве, чтобы кратко описать читателю все, что он хочет изложить, не нагромождая текст большими фразами, объемными предложениями. У него это получается очень хорошо. И также мне было интересно, что на тот момент у Хамингуэя было недостаточно денег для того, чтобы покупать новые книги, и он записался в библиотеку. И в этой библиотеке прежде всего что он взял? Произведения «Война и мир» Достоевского и Чехова. Так приятно знать, что человек, творчество которого всегда было тебе интересно, вдохновлялся твоими родными авторами, самыми близкими тебе, которых ты тоже читал, которыми ты тоже в чем-то всегда вдохновлялся. Я как-то никогда не придавала значения для себя узнать, какими авторами вдохновлялся тот или иной писатель. И вот здесь у Хамингуэя, когда я это прочитала, я поняла, что мне это приятно. У автора была такая интересная жизнь. Он общался с очень многими известными людьми, с известными поэтами, художниками, писателями. И многие из них мне не знакомы, но также я встретила здесь и известных для себя людей, которые мне тоже были интересны. И Хамингуэй мне рассказывает о них, как о своих близких знакомых. Здесь я встретила Джеймса Джойса, но больше всего мне было интересно читать о знакомстве Хамингуэя со Скоттом Фиджеральдом. Фиджеральд является одним из моих самых любимых авторов после того, как я прочитала его роман «Великий Гэтсби». Я автоматически сразу отправила его в самые любимые, и было интересно прочитать про него не как про великого писателя, а про обычного человека с очень сложным характером, со своими проблемами, трудностями. Оказалось, что жизнь у Скотта складывалась очень сложно, и его талант, который мог бы принести нам очень много произведений, гораздо больше, чем он написал, был похоронен в проблемах семьи. И интересно наблюдать за тем, что сначала у Хамингуэя дружба с Фиджеральдом не складывалась, это были люди совершенно не похожие друг на друга. Я даже думала, что после того, что они совместно пережили, Хамингуэй никогда не захочет иметь большее дело с этим человеком, но, прочитав роман «Великий Гэтсби», он понял, что навсегда связан дружбой со Скоттом Фиджеральдом. Это произведение задумывалось уже тогда, и Хамингуэй планировал написать этот автобиографичный роман, но его записи были утеряны, и когда уже спустя много лет он их нашёл, очень обрадовался, и благодаря этим сохранившимся записям сейчас мы можем прочитать такую чудесную повесть, как «Праздник, который всегда с тобой». На первый взгляд, это произведение написано в стиле дневниковых записей. У меня не очень хорошо складываются отношения с эпистолярным жанром. Можно сказать, они не складываются никак, потому что какое бы произведение в этом жанре я не брала, обязательно что-нибудь идёт не так, и я его не дочитываю, бросаю на середине пути. Только если это произведение не очень большое, только тогда я могу дочитать до конца. Здесь меня побудила к прочтению сама личность человека. Не было ощущения, что ты читаешь какой-то скучный дневник, хотя на первый взгляд может показаться, что это очень сдержанное произведение. Мне кажется, что оно напитано страстью и энергией юношества самого автора. Почему оно называется «Праздник, который всегда с тобой»? Потому что эти воспоминания о юных годах для него как праздник. И вспоминая всё это уже позже, он переживал снова эти мгновения, снова гулял по улицам Парижа, дышал этим воздухом. И вот как юность, свежа, так же и это произведение, оно такое же свежее, яркое, быстрое. И ты не успеваешь заметить, как оно уже заканчивается. Я никогда не была в Париже, но мне очень хотелось прогуляться по этим улицам вместе с автором, погрузиться в эту же атмосферу и почувствовать то же самое. Поэтому единственное, что мне оставалось, это воспользоваться гугл-картой. И я открыла, кстати, с удовольствием прогулялась по этим виртуальным улицам. Мне было очень интересно. И мне кажется, что это приблизило меня хотя бы немного к тем ощущениям, которые пытался показать Хемингуэй в своём произведении. Дальше я решила не останавливаться на достигнутом и продолжить закрытие своих книжных планов в этом году. Я себе ставила целью читать пьесы Шекспира, поэтому тут же взялась за Гамлета. Всё ещё показываю вот эту старую книгу, потому что другую себе так и не приобрела. Как я уже рассказывала, в старших классах я зачитывала с Шекспиром, прочитала у него все комедии, но почему-то упорно избегала трагедий. Поэтому с Гамлетом до этого времени не была знакома. С непривычки, скажу честно, читать было достаточно тяжело. Я открыла книгу, и вот этот стихотворный слог был для меня тяжёлым. Я через него пробиралась очень долго, а потом мне в голову пришла мысль, а не попробовать ли мне читать вслух, может быть, это мне как-то поможет. И я начала читать вслух и даже не заметила, какое удовольствие я начала получать от этого. Легко погрузилась в текст и буквально просто проглатывала страницу за страницей, не могла оторваться. С таким удовольствием я читала это произведение. Конечно, о сюжете рассказывать не имеет смысла, но мне понравилось, как Шекспир наполняет сюжет глубоким социальным и философским смыслом. Некоторые реплики, фразы мне хотелось отмечать, потому что они актуальны и сейчас. Особенно как-то запомнился мне монолог Полония, когда он отправляет своего сына в дальнюю дорогу, какие советы и рекомендации он ему даёт, как общаться с незнакомыми людьми, как себя вести в обществе. Это надо напечатать и раздавать всем. Эти советы актуальны сейчас абсолютно для каждого. Я хочу очень прикрепить это внизу в описании к этому видео, потому что читать это будет слишком долго здесь, но рекомендую туда обратиться и посмотреть. Это действительно стоит того. Удивил, честно говоря, он меня снова удивил. Шекспир меня всё время чем-то удивлял ещё тогда, в детстве, но я думала, что сейчас уже вряд ли. Оказалось, нет. Само произведение мне не то чтобы понравилось. Мне было приятно его читать, но к сюжету, к проблематике, к самому Гамлету я как-то осталась равнодушна. Это странно для меня. Я именно поэтому и боялась читать Гамлета. Думала, что будет тяжело, я буду слишком сильно переживать за главного героя. Не знаю, таких эмоций со мной почему-то не случилось. Тогда как после этого произведения я взялась за другую пьесу. И вот там я действительно почему-то очень сильно, близко к сердцу приняла судьбу главных героев. Сразу после прочтения Гамлета я хотела давно уже познакомиться с пьесой Тома Стоппарда «Розенкранцы. Гильденстерн. Мертвы». Но так как оригинал я не читала, слышала про ту пьесу, решила, что не буду за неё браться. И есть кино, о нём чуть попозже расскажу. Кино я тоже избегала, хотя там играют мои самые любимые актёры. В общем, теперь у меня был повод к тому, чтобы наконец-то познакомиться с пьесой Тома Стоппарда. Идея его пьесы заключается в том, что он берёт за основу произведения Гамлета и переворачивает таким образом, что не меняя сюжета Шекспира, рассказывает нам об этой же истории, но глазами тех персонажей, которые в Гамлете, в оригинале, являются второстепенными. У Шекспира, у этих персонажей всего пара реплик, может быть, там, 3-4, не больше. Они появляются в нескольких сценах и являются такими незначительными. Они там как мебель. На самом деле они играют важную роль, но ты в процессе прочтения на них совершенно не обращаешь внимания. Вот у Тома Стоппарда получилось вытащить этих второстепенных персонажей и показать читателю всё то, что мы не видим в Гамлете, то, что происходит за кулисами. Пока происходят действия в основной пьесе, что делают Розенкранц и Гильденстерн. Казалось бы, странная идея на первый взгляд, но в итоге это было действительно интересно. И я могу отметить, что сначала мне было трудновато читать эту пьесу. Там очень много шуток, которые ты не всегда понимаешь в процессе прочтения. И вот лучше это даже смотреть. Я поняла, что стоит это смотреть практически сразу, когда погрузилась в пьесу. Главным актёрам, это Гэри Олдман и Тим Рот, удалось очень хорошо показать этих персонажей. И то, что ты в прочтении пьесы можешь где-то не заметить, они показывают прям вот очень хорошо, и ты чувствуешь, насколько эти два человека, Розенкранц и Гильденстерн, оказались несчастными пешками в этой игре, в царских вот этих интригах. Они просто были подневольными людьми. И то, как закончился их жизненный путь, это тоже очень интересно проследить. В процессе чтения Гамлета у Шекспира всё внимание обращено в центр, на самого Гамлета, на его дядю, его мать. Вот это является самым главным центром. А вот линия жизни Розенкранца и Гильденстерна как-то обходит нас стороной. Не знаю ещё, как описать более подробно этот сюжет, так, чтобы стало интересно, но я горячо рекомендую посмотреть фильм. Я знаю, что пьеса может заинтересовать не каждого, тогда как фильм действительно яркий, эмоциональный. И в пьесе вот два персонажа, они играют в игру вопрос-вопрос, это трудно объяснить. Читать это было специфично, но как это показано в фильме, я могу смотреть, наверное, на это бесконечно. Это своего рода состязание, турнир, который ты смотришь и получаешь действительно удовольствие. Ну и ещё, конечно, у Тома Стоппарда и в пьесе, и в фильме это хорошо чувствуется. Получается показать тебе то, что ты сам вроде бы и видел, но не замечал. Это как ты общаешься с человеком, но потом не можешь вспомнить, в какую одежду он был одет, хотя он сидел перед тобой, и ты не можешь вспомнить, были на нём часы или нет. Хотя вы общались долго, но всё равно ты не можешь вспомнить. А у Тома Стоппарда получилось многие моменты в этой пьесе, в «Гамлете» заметить и указать на них. Вот такое у меня было увлекательное, очень интересное чтение пьесы Шекспира «Гамлет». Я даже не ожидала, что у меня будут такие эмоции от пьесы Тома Стоппарда. И после этого я так воодушевилась и захотелось мне ещё больше узнать про Шекспира. Не знаю, с чем это связано. Когда-то в школе я, кстати, интересовалась его биографией, но я тогда вообще много чем интересовалась, таким странным. Я тут же пошла, купила в электронке биографию Шекспира и начала потихоньку читать. Правда, я понимаю, что раз это в электронке и биография, быстро я точно её не прочитаю. Тем не менее, я надеюсь, что и дальше я буду читать пьесы Шекспира потихоньку и знакомиться с его биографией. И ещё в этом месяце я снимала свой первый читательский дневник. Это был мой первый опыт подобных съёмок. Честно говоря, с моей камерой это было достаточно сложно. Пока я читала книгу, у меня уже наступил вечер и света почти не было, поэтому концовка там немного такая темноватая. Но в целом я осталась довольна. В общем, книгу я выбирала такую, чтобы она принесла мне максимально много эмоций. И выбор пал на Уолтера Тэвиса и его «Ход королевы», которая очень нашумела в прошлом году, в основном, конечно, благодаря вышедшему на Нетфликсе сериалу. О своих впечатлениях от книги я сейчас подробно останавливаться не буду. Если тебе интересно, пройди по ссылочке и посмотри мой читательский дневник. Здесь же вкратце скажу, что у Уолтера Тэвиса очень приятный язык. Книга прочиталась легко, быстро и с удовольствием. Но сама концовка мне показалась странной. Честно говоря, с учётом этого я немного не понимаю, почему это настолько нашумевшая книга, откуда стало столько шума, столько внимания, к ней. Ведь конец этого романа нельзя назвать идеальным. Да, с одной стороны, автор нас подводит к логическому завершению, к которому он нас двигает на протяжении всей книги. Но, с другой стороны, он не даёт нам ответа на те вопросы глубокие, психологические вопросы, которые возникают по ходу прочтения. И то, с какими проблемами сталкивается главная героиня, а эти проблемы, они не решаются. Они не могут так просто решиться, как нам показывает Тэвис. У меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что тут что-то недосказано. Я не знаю, как это надо было показать. Я не думаю, что стоит писать продолжение, но в то же время вот чего-то не хватило. Вот осталось ощущение какой-то незавершённости. У меня осталось много вопросов, и даже открытым этот конец трудно назвать. Также хочу сказать, когда я показывала эту книгу в покупках, говорила, что не вполне довольна качеством этого издания, но я немного погорячилась. В процессе прочтения она показала себя очень хорошо, и несмотря на то, что здесь серые листы, они очень плотные, и их приятно перелистывать, держать в руках. Переплёт хороший, он выдержал некоторые мои издевательства, но, конечно, было бы лучше, если бы книга всё-таки была не с кинообложкой, потому что главная героиня сериала, хотя она мне и нравится, но всё-таки я представляла в процессе чтения её немного иначе. Сейчас я как раз смотрю сериал, мне осталось до конца совсем немного, всего две серии. Очень интересно узнать, как там режиссёр покажет нам концовку. Я, честно говоря, прям предвкушаю с нетерпением. Вообще, стоит отметить, что несмотря на то, что экранизации, я считаю, хорошие, это бывает крайне редко. Обычно я в основном всё время критикую любые экранизации, бросая их на середине и не досматриваю, то здесь я очень довольна. И в то же время мне интересно смотреть, потому что режиссёр делает какие-то свои небольшие вставочки, что-то чуть-чуть переиначивает. Кроме того, для любителей красивой картинки стоит обратить внимание на то, какие цвета в этом фильме, как поставлен свет, композиция. В общем, это визуальное наслаждение. И ещё у режиссёра получилось показать многих персонажей более подробно, более эмоционально. В книге все герои такие же сдержанные и сухие, как сама наша Бет. Конечно, мы понимаем, что они в глубине души испытывают совсем другие эмоции, не те, которые показывают. Но в фильме люди, окружающие главную героиню, более душевные. И даже некоторые персонажи, которые в книге не вызвали во мне никаких эмоций, потом в фильме вызывают у меня большую симпатию и тёплые чувства. Ещё я про книгу хочу отметить, что мне кажется возрастной рейтинг 16+, здесь не совсем подходящий. В фильме действительно я бы поставила рейтинг 16+, но в книге всё-таки выставила бы ограничение 18+, потому что есть некоторые подробные постельные сцены, но с другой стороны может быть это я слишком строго оцениваю. В общем, это моё субъективное мнение. Ещё в этом месяце я хотела дочитать «Саксонские хроники» Бернарда Корнелла, но изначально я планировала прочитать все четыре книги, я думала, что закрою этот цикл, и меня подтолкнула к этому решению также Юля Буксера «Ми», которая и привела меня к Бернарду Корнеллу, благодаря ей я открыла этого автора, который сейчас стал для меня одним из самых любимых. У неё в феврале проходил марафон по чтению книг Бернарда Корнелла, я хотела воспользоваться этим, поддержать Юлю и дочитать как раз цикл, но потом я подумала, неужели в конце месяца я буду в отчётном видео рассказывать только про Корнелла, я хотела снять про него отдельное видео, а не вот как сейчас прочитанное за месяц и немного пересмотрела свои планы и поэтому прочитала только две книги восьмую и девятую они небольшие очень легко читаются мне даже кажется что азбуке следовало выпускать по два романа в одном как она и делала в первой и второй части это было очень удобно но потом книги стали выходить вот так вот по одной они достаточно тонкие даже выглядят несерьезно но само чтение очень увлекательное в саксонских хрониках Бернард Корнелл рассказывает нам об историческом периоде средневековой Англии когда велась борьба за острова Великобритании между викингами и англосаксами англосаксами там еще конечно были ирландцы шотландцы но основными действующими лицами в этих книгах у нас выступают именно англосаксы и датчане норвежцы которые приплывают на эту территорию пытаются ее захватить книги достаточно кровавые здесь очень много битв воин но я почему-то не воспринимаю это серьезно мне легко читать об этом об очень кровавых событиях которые здесь происходят наверное потому что это было слишком давно я как-то не воспринимаю все это серьезно для себя но не могу оторваться это противостояние невероятно захватывает меня и конечно здесь ведется борьба не только между данными англичанами между английским языком датским языком и вот это противостояние здесь также идет борьба религиозная борьба между язычниками и христианами очень люблю этот цикл я не хочу сейчас подробно рассказывать о каждой из этих книг думаю что когда я дочитаю все до конца мне осталось еще две я сниму уже отдельное видео в котором я расскажу почему я так сильно люблю корнелла хотя иногда эта любовь мне со мной кажется очень странной эти книги подарили мне еще несколько часов удивительного погружения в саксонскую англию которую я так люблю 11 книг в цикле это очень много кого-то это может напугать меня это напугало когда я только столкнулась с этим произведением я подумала 11 книг я наверное не смогу это прочитать мне будет скучно но честно говоря на протяжении вот уже девяти автор все время меня удивляет он умеет держать мое внимание и не отпускает мне хочется все время знать что будет дальше и сейчас когда я взялась за восьмую часть я точно так же не могла от нее оторваться и с самого начала самых первых страниц этой книги я была просто потрясена я была шокирована и даже подумала неужели с нашим главным героем что-то случилось очень плохое вот так завернул сюжет Корнелл с первых страниц и я даже подумала что восьмая часть наверное будет одной из моих самых любимых пока не взяла за девятую и так все время наверное единственная книга которая немного провисла это была шестая кажется она называлась гибель королей там действительно Корнелл использовал уже такие приемы в сюжете в повествовании которые были мне знакомы и меня не удивили в девятой же я читала книгу поздно ночью когда уже все легли спать и я была так ошарашена происходящими событиями вернее я даже так я понимала к чему подводит автор догадывалась и знала что вот сейчас я столкнусь с определенным персонажем я догадывалась что меня подводит именно к этому но когда этот момент происходит я понимаю что с одной стороны я понимаю что да я угадала и в то же время это тут же нам автор я не знаю как это описать эмоционально такое событие когда вот то что ты там что-то угадал уже становится просто незначительным он рубанул вот так вот эмоции мои были примерно такие что я была несколько секунд в глубоком ступоре и когда я вышла из этого состояния я я не знала вообще вообще дальше как продолжать чтение и это все время так Корнуэлла невозможно читать вечером потому что или невозможно читать когда тебя ждут какие-то еще дела ты садишься и ты проваливаешься не можешь оторваться ты думаешь вот еще сейчас прочитаю еще страницу вот еще главу вот еще раздел потом ты понимаешь что никакие дела ты за день не сделал а если ты садишься делать садишься читать книги вечером то все ты до утра потерян если ты не заснул а с Корнуэллом невозможно заснуть если так более-менее ты в нормальном состоянии ты не отключился не заснул то все ты сможешь оторваться от этих от этих книг только на рассвете так и случилось сначала я читаю об этом моменте который ставит меня в ступор я была в шоке и тут же хотела поделиться своими эмоциями я не знала как вообще реагировать на происходящее и в то же время я понимала что на этом я никак не могу сейчас закончить чтение да три часа ночи на часах и в итоге я ложусь спать в семь вот так вот так он держит меня пока книга не закончится я не могу уйти не могу закончить свое чтение вот такой был мой эмоциональный февраль пиши в комментариях под этим видео что прочитал ты в феврале или уже может быть в марте потому что я снимаю это видео уже у нас март а видео выйдет где-то наверное недели через две я пока что не могу наладить вот это вот расписание чтобы все было по порядку в нужное время но надеюсь что получится поэтому пиши о своем прочитанном последних эмоциях самые яркие книги которые тебя впечатлили в комментариях мне будет интересно с тобой побеседовать если тебе понравилось это видео ставь лайк а также прошу тебя подписаться на канал сейчас для меня это очень важно для того чтобы и дальше развиваться снимать для тебя интересные ролики и главная моя цель это набрать тысячу подписчиков я благодарна каждому кто на меня подписался и помог приблизиться к этой сейчас недосягаемой цели ну а на сегодня все я буду рада видеть тебя и дальше желаю тебе только красных книг до встречи субтитры Продолжение следует...